Ракета-носитель «Союз-2.1В» стартовала с космодрома Плесецк. Роскосмос участвует в выставке World Defense Show в Саудовской Аравии. Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. 9 февраля в 10 часов 3 минуты по московскому времени состоялся пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1В» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Старт был проведен с Государственного испытательного космодрома Плесецк к Минобороны Российской Федерации боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил. Госкорпорация «Роскосмос» впервые принимает участие во Всемирной оборонной выставке в Саудовской Аравии. На стенде «Роскосмоса» представлена интерактивная информация о российских космодромах и ракетах-носителях, с помощью которых осуществляются пусковые услуги. Также демонстрируются российские спутниковые платформы возможности российской орбитальной группировки и дистанционного зондирования Земли. Посетители форума смогут увидеть трехмерную модель Международной космической станции и ее российского сегмента. Космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Каноненко, который сейчас работает на Международной космической станции, стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космического полета. Сейчас Олег Каноненко находится в своей пятой космической экспедиции и ожидается, что он наберет в сумме тысячу суток в космосе 5 июня 2024 года. А по завершению годовой командировки на орбите 23 сентября этого года его суммарный налет составит 1110 суток. На Байконуре грузовой корабль «Прогресс МС-26» состыковали с переходным отсеком. Данный отсек входит в состав космической головной части, обеспечивая механическую связь корабля с головным обтекателем и третьей ступенью ракеты-носителя «Союз-2-1А». Также на «Прогресс МС-26» накатили головной обтекатель. Корабль уже подготовлен к транспортировке в монтажно-испытательный корпус 31-й площадки для общей сборки с ракетой-носителем «Союз-2-1А». Напомним, запуск грузового корабля «Прогресс МС-26» запланирован на 15 февраля. Смотрите прямую трансляцию на нашем канале.